Люди кладут руки, как будто просят знаний, еще чего-то. Сейчас этот шар, как скорлупа яичный, да, разделился пополам. Одна часть наверх поднялась, и люди впихнули туда руки, в это яйцо. Внутри свет. Вот они как будто берут знания, насыщаются знаниями. Хорошо. То есть люди как бы ближе к знаниям, да, стали? Вообще очень много знаний в природе, говорят. В природе самой. В окружающей нас природе, да? Да. И эта природа, она тоже как ангел для нас. Созданная для нас, чтобы нас оберегать, как ангел-хранитель. Как это все увидеть? Это все в деталях? В движениях или в чем это? Или какой-то, может быть… В деталях заложен глубокий, глубинный смысл. Понятно, что не все люди, да, там высокообразованы, чтобы понимали, какие там процессы происходят. Ну, в общем, если каждый, даже вот на цветочек возьмем маленький цветочек, задумайся, как он начинает свою жизнь, как растет, как меняется. Там же тоже в одном цветочке, тоже целый мир протекает, да, такой период жизни. Да. От зернышка, да. Есть много внешних факторов, которые влияют тоже на рост и развитие этого цветочка. Это очень глубоко, глубокий смысл заложен. Угу. Просто одно из чудес, которое нам дано в пользование, в защиту этой природы – это то, что мы можем раскрытеть, увидеть, потрогать, пощупать, чтобы нам было понятнее, доступнее. И от кого мы должны тоже черпать жизнь, образ жизни, повадки, поведение. Ну, не надо пройти от... Как это темных, темная сторона природы, да? Многие угасают, где негативные. Когда животные поедают животных, многие могут, ну, как этот пример, но у вас всегда есть выбор. В жизни будет и темная, и светлая, какой дорогой вам идти, грызть друг у друга или идти в сторону света. И вместе, как развиваться, увеличить своё количество особей и развиваться, идти к свету. Да, всегда есть выбор. Когда живёшь в гармонии с природой, канал работает по-другому, душа насыщается очень сильно. Ну, и показ, что когда нам дарит она цветочки природы, да, вот что-то яркое, она как будто улыбается. Это её улыбка для нас. Зимой она спит, да, и надо отдохнуть, чтобы потом заново вступить в жизнь. А в природе преобладает добро всё равно. На природе можно и Богу молиться, не бояться. Он вас и оттуда слышит. Матушка-Семля тоже слышит. На природе, если ты уединяешься, вот как отсоединяешься от внешних жизненных сотных трудностей и проблем, на природе очень легко соединиться с Богом, разговаривать с Богом, с ангелами. Это действительно работает, оно действительно есть. Этого не надо бояться. Просто надо идти с чистыми помыслами. Там придут ответы на многие вопросы. Ответы на жизненные трудные ситуации, как их разрешить. Но одному очень, как человеку, сложно решить какую-то проблемную ситуацию. То, что он тебя гоняет в голове, и за эти границы не выходит, за рамки своей головы. Когда идёт на общение с Высшими Силами, он отсоединяется от тела, от головы, снимает эти рамки, эти границы, входит шире. И эмоции эти остаётся в теле. А человек уже может по другим углам взглянуть на ситуацию. Поэтому, если трудно, в жизни тускло как-то непонимание, нету решения, разрешения, не надо закрываться, входить в себя и плакать. Или грустить, надо выходить на природу, расслабляться, отпустить эти все жизненные, мирские трудности. Вот эти моменты. Отпустить, как отрешиться. Просто слиться с Высшими Силами. Ощущение будет другое, и понятие будет другое. И придёт понимание, как решить ту или иную ситуацию. Можно и напитаться оттуда. Набраться сил, энергии. И это всё можно принести в свой дом. Ты можешь прийти, выйти на природу. Потому что тут природы меньше, в больших городах. Попросить у неё силы, почувствовать, как её энергия, энергия природы, входит в тебя, в твой организм. И ты создаёшь такой большой-большой круглый шар, энергетический. Ты этот шар какой-то жизни можешь принести в свой дом. То есть, если один человек напитался, он это приносит в дом с собой, этот шар. И делится со своей энергетикой, с окружающими. У природы надо любить, ценить и уважительно относить. Ещё говорят, что природа – это как дочка земли и солнца. А мы немножко другого плана, особь. Мы ведём себя, как дети на этой планете. А мы чьи дети? Дети других энергий. Мы же здесь гости на земле, правильно понимаю? Мы гости. Здесь проходим, как обучение, как ступень какого-то развития, как дети в первом классе или дети в саду. Они же учатся общаться между собой, учатся общаться с друг другом, расти и развиваться. Также люди, которые находятся на планете, учатся общаться. Но они должны учиться общаться с природой, с внешней средой, с внешним окружением. Это Солнце, это Всевышний. Просто человеку немножко сложно осознать то, что он не может пощупать или увидеть глазами. Но природу он может пощупать, увидеть глазами. Почувствовать энергию природы. Но люди как-то небрежно относятся к пониманию, к осознанию того, что их окружает и дано нам, кем-то другим. Вот если дома, автомобили, вот это бытовое, что человек создал сам, то нас окружает очень много как вещей, которые созданы Всевышним. И это всё создан для нашего развития, чтобы мы могли развиваться, идти вперёд, расти, развиваться духовно. Тогда уже по ступени мы перейдём, например, во второй класс, в третий класс, в четвёртый класс. Если ты не освоишь программу, конечно, ты останешься там в первом классе. Тебя дальше не переведут. Потому что ты, если эту программу не освоишь, ты дальше тоже не сможешь освоить. Экзамены у нас скоро будут. Ну, тут нет такого понятия, как экзамены. Тут есть больше понимание и набор. Если ты набрал, если ты понял, осознал, ты можешь подниматься выше. Тут никто тебя за уши не потянет наверх. А кто не понял, не осознал? Повторно приходит и проходит здесь. Если не здесь, здесь не получается. Переносят другие измерения, но тоже там, где энергия, вибрации, ну, как на низких уровнях. Ну, подходящие, да. Подходящих, чтобы там осваивать программу. Таких, как наша Земля, подобных, их же много? Множество. И нас сюда заселили, да, как когда-то? Да. И сейчас другие планеты также подселяют. От нас берут. И от нас, и до нас подселяли. Человек, он стал изначально человеком на планете. Ему просто дали плоть. Есть энергетика, есть вибрации, а есть плоть, как одежда. Одеяло, защитные слои. Ну, скажем так, она сейчас принимает какой-то галактический совет. Есть наши представители человеческие, вот наших людей, или мы считаемся на низших ступенях еще развития? Мы считаемся на низших ступенях развития, но на планете Земля присутствуют люди из высших ступеней развития. Понятно бы, как директор школы, который представляет наши интересы. Он осознанно это понимает? Да. Потому что мы сталкивались с такими, которые в прошлой жизни были, а сейчас не понимают. С мулять все начинает проходить. А, возможно, наш много информации слышал, что, возможно, если мы будем придерживаться определенных сводов правил, то нас примут и давно уже ждут галактический совет. А что значит кого-то нас? Человечество, планету Земля. Есть такие правила, которые нужно соблюдать? Это культурные, это эмоциональный контроль. Но это не правило. Это мышление, это образ жизни. Образ жизни, поведения. Да. Если мы на этот путь развития встанем, то нас быстрее примут и помогут нам как-то тоже развиваться. Нами помогают развиваться. И сейчас помогают, да? Конечно, я же говорю, что есть представитель. А не могут все население принять, если у них там идет какое-то обсуждение определенное, что все миллиарды поднимать наверх и с ними разговаривать. Нет, конечно. Хорошо. Есть представитель, он на Земле. Он сам помогает как-то нам или просто наблюдает и передает информацию? Или как-то помогает нам людям тут развиваться? Помогает нам людям развиваться. И кто это? Или хотя бы в какой он стране находится? Вообще-то человек не один. Группа лиц? В каком направлении искать там, чтобы, например, с ним соприкоснуться хоть где-то в интернетах, там на просторе? Не надо соприкасаться с ним. Каждый параллельно идет, развивается? Да. Ты, если хочешь расти, ты растешь, и ты ищешь это развитие. Нет определенного одного, и все должны так же поступать. Даже за Иисусом. Не все же шли, правильно? Да, правильно, конечно. Ты должен расти, а ты хочешь искусственно создать какие-то правила. Вот человека нам дайте, вот мы посмотрим его ролики в YouTube, будем все делать так же, все, мы такие же, как он. Так и не вырастет никто. Каждый ищет себя внутри, свой внутренний мир духовный. Каждый взращивает себя, воспитывает себя сам. Каждый человек индивидуален. И в какой-то точке есть точка соприкосновения, в другой точке расходится их мир. Это не значит, что один прав, а второй виноват. Просто каждый идет своей дороге. И это правильно. Мы же не роботы, и если нам нужны были роботы, мы бы настроили робота. Это не механический процесс. Сказали, ты сделал, и все получилось. Тут не так. Ты должен это чувствовать, расти. Душу не обманешь. Если физическое тело, а ты можешь обмануть, то душу ты не обманешь. Такое духовно-эволюционное такое развитие. Просто надо идти вперед, не надо кого-то возвышать, ставить выше себя. Саморазвитие. Каждый открывается постепенно. Ну, на правильном пути все хорошо. Просто хочется больше видеть рядышком единомышленников. Чувствовать их, видеть. А их не будет, этих единомышленников. Почему? Каждого свои программы. У каждого свои прохождения и своё мышление. Сколько людей на планете, у каждого своё мышление. Нет двоих одинаковых людей с одинаковым мышлением. А есть у нас какая-то сортировка людей по энергиям, вибрациям? Сейчас, на данный момент, с этими переходами. Ну, как-то сортировка, это как-то ты грубо выражаешься. Ну, сколько процентов там, там, находится здесь? В целом, такая работа поделывается, скорее всего. Какая? Пересчёт. Ну, сколько процентов? Ну, это у вас, видите, вас всё интересует, а сколько процентов тут? А сколько процентов? А на вашем уровне это всё не нужно, да? Мы знаем, что мы должны вкладываться, чтобы развивать людей, это подтягивать, чтобы они нас чувствовали, видели, стремились к нам. Такая же работа и проводится и с другой стороны. Негативная, в смысле, да? Да. Но у человека есть право выбора, и вот сам решает. Поэтому каждый ведёт свою работу. Куда её найти? Время, как-то ограничено? Хорошо. в развитии человечества, цивилизации. Или идёт и какое-то неограниченное количество? Неограниченное количество. просто всё на самом деле зависит от самих людей, и сколько они проживут на планете. А жизнь одного индивида? Она тоже ограничена? Или он может её увеличить, там, скажем, прожить там 150 лет? Может и прожить 150 лет. Но важно, как прожить. Ну, как показали предыдущие вот эти жизненные периоды. Такой длительный срок не нужен. Великолепно. Не нужен, потому что развить тебя всё равно больше не происходит. Один человек будет больше развиваться, а семеро будут попусту напрасно проживать. И зачем? Так сокращён период. Это как раз около 100 лет человека, да? Да. Так средний заложен возраст 100-120. Единицы могут превысить? Ну, потому что не тем занимаются, не туда идут, не туда стремятся. Растрачивать свою жизненную энергию понапрасну. Не в то росло, не туда. А если жизнь в гармонии с природой, то она как, она получается растрачивается и пополняется, растрачивается и пополняется. Такой режим, да? Ну, она уже не растрачивается. в жизни уже в этот момент не растрачивается. То есть она как-то наоборот аккумулируется? Нет, ну, она происходит как естественный процесс, можно сказать, да? Ты живёшь, и вот ты должен прожить 120 лет, вот ты себе постепенно живёшь, напитываешься, подпитываешь себя извне этой жизненной энергии, даёшь ей другие энергии, которые ну, как включают тебя поэт в энергетический организм, вот так. И очень много людей иссякают на работе, бессмысленно просто работая, как тупо, не думая, отключая мозг и просто работают, работают, работают. Какое-то сокращение численности земли населения будет в ближайшее время? не могу сказать, потому что всплывает у меня твоя информация. поэтому... поэтому... хорошо. Вот сейчас можешь посмотреть нашу планету, вот опять же, и в каком она состоянии? В гармоничном или какие-то сбои идут? Вот люди, природа, вода, океаны, стихии, все в целом? Конечно, идут сбои. Нам же говорят, что вы можете прожить больше, но вы сами от себя уничтожаете своими руками. Свой мир уничтожаете. Сбои идут везде, на всех уровнях. Какая-то сейчас точка, наверное. Получается, мы свою жизнь как улучшаем процентов на 30, но улучшаем процентов на 50, на 70. Это, в общем, если состояние земли, население земли. Улучшаем это, медитируем. Кто-то задумывается обоих, кто-то молится. Происходят какие-то рождения детей, какие-то жизненные ситуации, приятные. Да, люди вынуждены работать. Да, они работают, но они осознанно работают. Это, в общем, вот эти все ситуации занимают 30 процентов из 100. А то, что человек уничтожает себя, окружающую среду, свой мир, внутренний и внешний. Потому что, имея пустой внутренний мир, конечно, ты внешний не сбережешь. Все идет изнутри. И такое повреждение на 50 процентов, то есть, вред, нанесенный в себе и окружающей среде. 30 пользуют, а 50 все-таки вред идет. Очень много получается. Нам еще развиваться, развиваться, развиваться. Это наш технократический мир. Техника. Уют, комфорт. Это ваш выбор. И вот эти катаклизмы, грозы, град. Это как прямое следствие, да? Природа сбоит и тоже начинает наказывать, как бы показывать. Ну, еще и много скрытой информации. Есть информация не для общего доступа, да? Ну, да. Такое, наверное, очень-очень даже много. Что скрывается под катаклизмами? Не всегда одно и то же. Не всегда то, что мы видим, да? То есть, не то, что мы видим, но это следствие чего-то другого. Да. Так, чашу надо заполнять. Хорошо. Как себя чувствуешь, Гарь? Ну, устала. Устала? Угу. Повыдешь, да? Отдохнешь? Угу. Хорошо. А здесь сейчас? Угу. Хорошо. А здесь сейчас? Угу. Угу.